Лет 7 назад я записал несколько интервью с исполнителями главных ролей культового сериала «Сваты». Честно говоря, я не видел ни одной серии, но знал, что это действительно очень популярный и любимый у нас, и не только у нас, сериал. Про автора Владимира Зеленского, украинского продюсера, актера, комика. Я слышал много и видел его частенько у нас на яме, на ВГТРК. Он делал какой-то проект, пытался делать проект с Татьяной Лазаревой, даже они сняли что-то там. Увы, сетку это тогда не поставили, а жаль. Если бы состоялся бы российский телеведущий Володя Зеленский, сколько жизней было бы спасено. А сериал «Сваты», насколько я знаю, по-прежнему смотрят. Он любим, хотя я так понимаю, что сейчас свести этих людей за одним столом не получится. Ну, нам можно в общежитие вселяться? Или для этого надо перед директором как-то станцевать? У вас льготы, Валюша, пошли. Вы ведь как-то перед Богом, да, сочетались? У вас было какое-то там тайное венчание? Мы, да, мы, да. Это была просьба и настояние наших родителей. А то есть это обоюдное, да, было желание? Да. Поэтому мы, да, мы... Вот у вас такие лица. Мне всегда в детстве непонятно было, почему такие... Держит там всех. И у всех при чем? Да это было вообще, мы прятались, мы ехали из Таганрога на разных машинах, гости. Тогда нельзя было... А это рискованно было в Советском Союзе? Рискованно, конечно, рискованно. Я к тому времени уже был партийным человеком, и это было... Это было прямо ай-яй-яй-яй-яй-яй. А в школе вы были активистом? Там, не знаю, ковсомольским, пионерским активистом? Какие-то истории? Просто был активистом. Я просто был очень сильным активистом, да. Вот в этот период. Я не знаю, откуда эта фотография вообще. Не знаете даже? Я знаю, что это школа, да. Номер 30. Номер 30. Потрясающе. У нас, кстати, много таких для вас приготовлено. Вот в этом возрасте вы уже... Вы уже знали, кем будете, то есть? Нет. В этом возрасте я мечтал, я мечтал быть и готовился к поступлению в цирковое училище. В московское. Я мечтал и готовился, я занимался в цирковое училище. Какой-то лицефер здесь, потому что... Не, ну, такой попросил с рогами. Кто-то, да. Ну, проказник точно. Ну, да. Это... Я... Это была акция целая. У меня вот буквально, наверное, может быть за неделю там или за две до этой фотографии, у меня были волосы вот такие вот. И меня не принимали в комсомол, потому что сказали, ну, вот ты постригись. И, конечно, я на следующий день пришел почему-то в красном берете с пампушкой вот таком. Просто бери, я такой на лысо постригся вот так вот и пришел. В общем, так меня в комсомолы и не приняли. Как? Так и не приняли? В школе нет. Попозже уже, уже в институте. Смотрите далее. Семейные тайны Федора Добронравова. Мама таким образом отучила папу до конца своих дней от водки. Кто стал прототипом Ивана Будько? Я думаю, сейчас надо привет передать. Будет ли продолжение у нашего любимого сериала? Да снимали бы, еще и снимали, если бы не всем понятные события. Кого из Добронравовых обожала Ольга Аросева? Меня, говорит, потрясывает рядом с ним. И где чаще всего можно встретить Федора Добронравова? Я думаю, я ширин-то видел. Все. А я слышал, что мама вас в школе подучила говорить, что, ну, если там какие-то неуспехи возникали, что, мол, папа выпивает, поэтому заниматься нет возможности. Мама таким образом отучила папу до конца своих дней от водки. Просто я один раз сказал, что у меня папа, я не сделал уроки, потому что папа был пьяный. Второй раз сказал, третий раз сказал, потом его вызвали на родительское собрание, и с тех пор папа рюмки, ни одной рюмки не поднял. То есть, практически вот там зашили на этом собрании. У него была очень бурная такая молодость, он после войны еще успел ее сесть в тюрьму посидеть. За что, по какой статье? Как он рассказывал, что его утром нашли с мешком муки, абсолютно пьяно. Он говорит, я не брал муку, у меня она нахитилась. Восхищение, да? Ну, да. Вот. Потом он благополучно три года отсидел, но остался там, на Данин, во Владивостоке. Потом он ловил крабов, стрелял на китобой, ловил золотом его. В общем, такое его... Вот между мной и сестрой 12 лет разницы. Вот именно поэтому, что сначала появилась Любашка, а потом папа вот решил хапануть все романтики и вот... И на 12 лет. И на 12 лет исчез. Потом приехал, спросил, как тут Надя. Говорит, Витя, она тебя ждет. 12 лет. 12 лет. Говорит, ну раз ждет, тогда мы ей распишемся. И тогда они расписались. Мы сами с Гиннесом в шоке. Как меня угораздило второй раз на те жениться. А Будько, у вас с кого-то конкретно у нас списан? Нет? Есть прототип? Ну да, человек 100. Есть. В Таганроге есть, да, есть, есть. Есть такой в Таганроге живет мой, ну как бы он сказал, молочно мой брат. Просто его мама выкармливала нас двоих. Тетя Маруся. Когда мама была на работе, я жил и рос у них. Валя Никитин такой есть на улице Ломоносовой. Дай бог ему здоровья. И всем, всем, всем Никитин. Я думаю, сейчас надо привет передать. Да, да, да. Это он был. Поэтому вот Валек был один из основателей этого вот образа Будько. А так вообще, понимаете, пол Таганрога так живет. Я думаю, что для большей половины зрителей, если не для всех, вашей женой является ваш партнерш по сватам. Ну так, представление, то есть как бы вот... Многие думают, что она действительно моя жена. Ну я в том-то и говорю, у Ирины никогда не возникало по этому поводу досады и ревности. Потому что ты обещаешь, что 90 лет вы будете лояльны. Но досады не возникало никогда. Нет, нет, нет. Все, у меня жена очень мудрая, умная женщина. Поэтому, естественно, конечно, все. Кадры я помню эти, да, замечательные. Санька замечательный. Вот сейчас никто не поверит, да, что изначально ведь просто двухсерийный проект планировался. Да, да, ну это просто люди попросили. Вот я неожиданно, да, вот как так покатят. Письма просто пошли. Поэтому Андрей нас собрал на следующий год после этого и сказал, ребятки, да вот очень много писем, давайте еще две серии снимем. Да снимали бы, еще и снимали, если бы не всем понятные события. Да, с Украиной. Да, ну не будем, мне кажется, о политике говорить. Такая у нас приятная беседа. И все спрашивают до сих пор, а будет ли, а будет ли. Я думаю, что снимем. Ну, конечно, рано или поздно. Не знаю почему, рационального в этом мало. Интуиция. Я не знаю, когда это закончится там или что-то. Но мне кажется, что мы снимем. Я прям чувствую, что вы сами ждете. А что? А что люди не ждут? Ну, некоторым надоедают вот эти долгоиграющие проекты, когда уже вот будько и будько, будько и будько. Это не тот вариант. Да, ну, вот просто как проходили съемки. В этом сериале как-то все по-другому. Здесь не было заводского такого, знаете, когда сериалы выходят в этот. Я помню эти бедные молодые головы, которые здоровье столько положили на сериалах, на этих, на больших, когда это завод, это завод. Надо было решать, уходить из театра там или еще что-то, семьи бросать. Ну, как-то надо было что-то решать. Ставить на весы сериал, который снимается и не может остановиться. Либо что-то еще другое. А у нас в сватах такого не было. Мы просто тут порыбачить собрались. А вот нельзя ли ваш этот первобытный промысел перенести куда-нибудь подальше вот эту вашу пирогу? Сдвиньте вот туда по течению, километров за 300, туда, туда, туда. Это был полный кайф. Мы снимали только летом, только в отпуск. Когда собирались все, и приезжали дети, приезжали. Мамы приезжали. Садка беременная. Все было так, так хорошо. Так хорошо. С такой любовью все это снималось, что это как-то так автоматически перешло на экран. Поэтому я думаю, что и поэтому в этом фильме есть и доброта, и мудрость, и все-все-все. Скажешь, что дети приезжали. Я вспомнил сцену, где сыновья отсюда руки заламывают. Какой он, дед? Какой я тебе дед? Я тебя в отцы ждусь. Давай, батя, не бузи. Какой я тебе батя? Да. Это была полностью импровизированная сцена. Андрюша сказал, давайте... Вы приехали сыграть милиционеров или это... Нет, просто приехали в гости. Мы сюрпризом приехали. Потом Андрюша, когда узнал, что мы с Ванькой... Андрюша, вы... Режиссер. Да, Яковлев. А он говорит, так давайте, ребята, снимем, давайте придумаем эпизод. А ты тогда их в промдул в числе жизни, да? Это была абсолютно импровизация, да. Что репортаж новостей, там вот человека задержала милиция. Тогда еще милиция. Милиция. Да, и мы, значит... Так, давай, дед, давай. Какой я тебе дед? Так, отец, давай. Нет, был бы я твоим отцом, я в тебя... Ну, то есть... Ну, да. Дурака валяли. Это, знаете, это... Поэтому такие вещи находят отклик у зрителей. Потому что ты делаешь что-то с любовью и от сердца, и валяешь дурака. И тогда это сразу интересно смотреть. Это сразу тебя цепляет. Митюнишка. Митюнишка, а ты когда-нибудь слышал о теории генетического превосходства? Ой, какие мы умные! Ой, какие мы умные! Нет, не слышал. Ну, и видно. Вот здесь вот все трое собравшихся. Это Варвара. Конечно, да. То есть это еще до приезда Райкина? Да, да, да. До судьбонусной вашей встречи. С приглашением... Ну, вот это Варвара, это Василиса. Да, абсолютно. Да. Абсолютно, вылитые просто. Один в один. Ну, только вот щечки поменьше Василисы. Да. Ну, а что впереди? Ну, и тут все в порядке. Кисельник. Это все уйдет. Кстати, с Виктором Федоровичем более-менее понятно в честь кого назван. В честь дедушки, наверное. А вас ты Федором назвали в честь кого? В честь дедушки. Тоже в честь дедушки? В честь прадедушки. По какой линии? По маме. Он был бандарен. Бандарен, да. Чем занимался? Он в деревенске житель. То есть я так понимаю, что актерскую династию... Ну, получается, да. Получается, что да. Сейчас есть уже третье поколение, но все-таки... Ну, семь лет уже в будущем году будет... Не дай боже! ...бомбардировать Викторовне. Не дай боже! Что вы говорите? Что уже проявляется, я так слышал. Нет? Нет? Наговаривает? Проявляется, конечно. Шерлок Холмс. Хотели в этом году проснимать продолжение сватов, но в связи с событиями, я думаю, что это в этом году затянется. А может быть вообще, к сожалению, это не хотелось бы. У нас очень много было ребят, которые были из Западной Украины, из Восточной Украины. Все никогда в жизни мы... У нас не было никакого антагонизма, никакого вообще. Распри... Мы шутили, смеялись, гуляли, спали вместе, ели, и бог знает, отдыхали, работали. Все вместе никогда, никто никого даже... даже посмотреть в сторону с каким-нибудь укором, что ты москаль, а я хохол. И никогда такого не было. Я думаю, что это какие-то политические игры не очень умных и очень алчных людей, не больше. Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг мы сейчас репетируем с Леонидом Трушкиным новый спектакль, который должен 30 мая в Казани, премьера состояться. Если бог дастся, будет нормально. И мы репетируем, и я прихожу на репетицию, он говорит, что так и так, мол, ты в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Он говорит, я не на твоей стороне, но раз это твоя позиция, я был просто совершенно умлён. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я вообще в жизни не слышал. И там очень много уважаемых людей. То есть я понимаю, что эти люди тоже не знают, что они в этом списке. Они выложили в интернет. Дошло до этого, мне стали звонить из центральных каналов. А потом в конечном итоге приехали украинские телевизионщики. Я был вынужден просто дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть причислен к этому списку. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся, в лоно своей и в Россию. И поэтому, ну, хотел быть, я считаю, что артист не должен быть в политике. Не должен быть. Жизнь артистическая намного длиннее, чем жизнь руководителей страны. И как-то они меняются, а жизнь идет. Я не знаю, скольких правителей пережил, и дай бог ему здоровья Зельдин. Он, по-моему, еще с царя начал. И вот до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня он жив и здоров. Надо, наоборот, как бы пытаться нивелировать и сгладить конфликты между государствами. И именно творческим людям, именно людям, которые занимаются этой профессией, это дано. Они перемещаются во времени, в границах, в пространстве. Поэтому, а если целью поставить, плевать друг другу в лицо, нет, я не считаю, что они правы. И если бы у меня был такой выбор, я бы, конечно, никогда ничего не отменил. А наоборот, если бы была возможность поехать на Украину со спектаклем, поехал бы с удовольствием. Но поверьте, что мне столько приходится учить текст читать сценариев на разных языках, не только на русском. И учить такое количество текстов, что если бы я сейчас занимался инициативой, был бы инициатором во главе этой группы, у меня бы не хватило на мою профессию, на которой я занимаюсь. Я надеюсь, что все трясется и все будет хорошо. Мне почему-то так кажется, что, хотя прогнозы у него не очень тишительные, Но мне кажется, что все-таки разум и людская, вообще, любовь к победе.